МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новинной Витебской области у студии Наталья Байнарович. Витаю вас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 проектов проставить Витебскую область у финале республиканского молодького проекта. Перший старт сезона у городе Надзвиной проходит открытый чемпионат Витебской области по спортивной гимнастации. На ВДНГ у Москве почался монтаж тематичной экспозиции дзен Витебской области. У пятницу 2 лютого полночный регион почни презентацию своего потенциалу у рамках международной выставы форуму «Россия». Жахару столицы и краины-суседки познайомят с багатыми традициями и культурой предзвинья. Гости смогут поудележать у интерактивах и мастер-классах, продагуставать продукцию предприемства у Витебской области. Убачить, чем привабный полночный регион Беларуси, россиян запрашает летчик-космонавт Олег Артемьев. У Витебска шмат гадов живут я губатьки. Там у город на Дзвиной добрознаемый герой у России. Меня зовут Олег Артемьев. Я инструктор-космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. С Витебском меня связывает очень многое. Здесь живут мои родители, сестра, ее семья, очень много родственников. И в этот древний и один из самых красивейших городов Беларуси я с большим удовольствием приезжаю с семьей. Заранее планируют встречи со школьниками, студентами, которые всегда проходят очень душевно и тепло. Узнать поближе этот регион Беларуси, его культуру, достижения каждый из вас сможет во время Дней Витебской области на ВДНХ. Организаторы обещают радушный прием на протяжении всего февраля в Белорусском павильоне. Не упустите возможность стать частью большого праздника. И вы никогда не пожалеете, если придете в павильон Витебской области. Дни Витебской области на ВДНГ в Москве пройдут с 2 до 26 лютого. Пауночный регион Беларуси представит весь спектр своих досягнений. Перед первой выборной агитации стартовал сегодня в Беларуси. Геон будет протягиваться до 24 лютого уключна. У самый один день голосования 25 лютого агитация заборонена законодавством. Кандидаты у депутаты могут проводить сходы, пикеты, митинги у поведомляльным парадку. Сустречи с выборщиками у помешканьях, вызначенных выконкамами. А так само выраблять друкованные агитационные материалы. А кроме того, кандидаты у депутаты у праве створать уласные выборчие фонды и финансовать за кошт этих средств любую незабороненную законом агитационную деятельность. Выборы депутата у сиху зровню – важнейшее мероприемство, до якого же хары Витебской области повинны подвести с усею отказностью. Бо от выбору кожных из нас будет залежать стабильность и миру нашей краине. У старшиней Витебской областной организации Беларусского товариства червоного крыжа Галины Жалановой есть в опыт депутатской деятельности. И она, означаливая комиссию по социальных пытаниях. Наше мнение будет, и людей очень важно. Самое главное – это проголосовать, прийти вовремя, высказать свое мнение. Это стабильность нашей страны, стабильность нашего развития. Это мир, который у нас есть и который мы должны сохранить. Поэтому вот наиважнейшее мероприятие, которое нас всех ожидает. Я просто хочу, чтобы все пришли на свои избирательные участки, отдали голоса за тех, кого они считают достойными депутатами. Нагадаем, что 25 лютого в Беларуси будут собраны 110 депутатов Палаты представников национального схода и больше за 12,5 тысяч депутатов местного взрыва. Адукованные и вихованные школьники Пауночного региона – лидеры в медальном залику прадметных олимпиад сирот областей краины. Добрый показали веды на централизованном экзамене. Выники работы системы эдукации Витебской области у 2023-м и задачи на 2024-й год обмерковали на коллегии Галонного управления по эдукации Витебского Аблова-Канкама. Последование было выясным, его организовали и в Бешанковичах. Подробнее с ней в наступном сюжете. Многоярусные стеллажи, капельная система полива от центрального водопровода. Это фитолампы на каждом ярусе, центральное отопление, двойной стеклопакет, система воздухообмена в летний период. Это гидроаккумуляторы для сбора дождевой воды, установленная солнечная электростанция с кремниевыми пластинами, с аккумуляторами и гибридными распределителями мощности. 11-классник 1-й Бешанковицкой школы Владимир Аучинников представляет проект «Кватерная сядиба». Его распроцовка принимает удел в конкурсе «Стоиды и для Беларуси» в номинации «Агропромысловые технологии и фермерства». Свои таллинты школьники Бешанковицкого района продемонстровали уделникам выязной коллегии Галонного управления по эдукации Витебского Аблова-Канкама. Примая педагога у середней школы номер 2 городского поселка Бешанковичи. Имя героя Советского Союза Михаила Ткаченки. Тут после ремонта с элементами модернизации створены выдатные умовы для вучнив и наставников. Сучасные кабинеты биологии и химии, информатики и робототехники. Коллектив працует над оформлением школьного музея. Особливая увага громадско-патриотичному выхованию. Военно-патриотический клуб «Патриот». Участие в патриотических акциях, вступление в БРСМ, уборка воинских захоронений и памятных мемориальных комплексов. Все это неотъемлемая часть воспитательной работы в учреждении образования. Вот здесь, в этой школе, создана замечательная образовательная среда. Я понимаю, что и детям, и педагогам здесь приятно проводить учебный процесс. Это раз. Во-вторых, конечно, видно творческий подход. Школьники Витебской области – лидеры у медальным залегу предметных олимпиад сирот областей Краины. Показали добрые выники на централизованном экзамене. Одна с задач системы эдукации – подрыхтоку запотрабованных, квалификованных кадров для экономики региона. За располово девятиклассников в Витебщине выбирают профессийно-техничную эдукацию и рабочие профессии. Система профессионального образования растет. Не только количественно, но и качественно. Мы укрепляем техническую базу и то, что наши ребята при помощи грамотно выстроенной работы профориентационной выбирают профессиональные учреждения, конечно, для развития экономики нашего региона. Это очень важно. И мы над этой темой работаем. На коллеге обмерковали выхование подрастающего поколения, профилактику правопорушения у подлеткова мастеродзе и беспеку у навучальных установок. Тех, с кого можно брать приклад установы эдукации, и наставников, которые показывают выдатные выники, отзначили храмотами и подзаками. Так, лепшим Украине признали Витебское кадетское училище, где учатся больше за 270 хлопцев и девчат. Наши дети являются победителями как и заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, так и научно-практических конференциях, и в других интеллектуальных и творческих мероприятиях, а также и в военно-спортивных. Мы являемся призерами разных военно-спортивных соревнований, как республиканского, так и международного уровня. Увага у дельников педагогичного процесса, якости, эдукации и створению беспечного сяродя для детей. Юлия Устинова, Владислав Савицкий, Новины Бешанковичи. Юные и талиновиты. 16 проектов проставят Витебскую область в финале республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Новочинцы Сенинского, Докшицкого, Витебского и других районов области у Саковиков будут змогаться за перемогу в Минску. На первые дни на областном этапе конкурса свои распроцовки проставили свыше 60 юных вынаходников. Проекты, размиркованные по 10 номинациях. Мобильные программы, интерактивные гульни и патриотичные проекты. Ко ближе познайомець членов журы со своими инновационными идеями, юнаки и девчаты подрактовали цикавые и оригинальные презентации. Мы на семенах пшеницы проверили схожесть, поливали обычной водой, у нас они не очень хорошо взошли, и поливали вытяжками фруктовыми. Очень хорошо вытяжки граната, банана и яблока. Ими мы поливали, и как видно, что вытяжки, они эффективно влияют на рост развития культурных растений. Мобильное приложение для волонтерских отрядов, которое непосредственно позволяет нам сократить время от заявки, которая поступает, например, на районный комитет БРСМ о помощи пенсионерам по очистке снега, сходить за продуктами, что угодно. Администратор создает заявку непосредственно секретарь БРСМ районный. Мы, я как руководитель волонтерского отряда, вижу оповещение в приложении, захожу и непосредственно вижу, что нужно сделать. Благодаря данному проекту у нас ребята поступают без экзаменов в университеты. У нас ребята имеют предложения от различных компаний и фирм и организаций по всей Республике Беларусь. Мы очень гордимся, что наши активисты, активисты БРСМ сегодня могут иметь такие возможности. Для талиновитой молоди у делу в популярном проекте «100 идей для Беларуси» эта махчимость не просто проставить свои задумы, а и увасобить корыстные распроцовки у житем, снасти им практичное применение. Умацевание правопорадку и громадской безпеки правооховники Витебской области подвяли выники дейности в 2023 году. У коллегии ведомства принял удел наместник министра внутренних справ Беларуси Дмитрий Корзюк. И он означал, что летость правооховники Витебской области спрацовали на высоком профессийном узровне. Подчас коллегии узнагородили наибольшь поспеховых супрацовников. Означили и лепшие подразделения полночного региона по выниках службовой дейности. Узнагорода управления внутренних справ Святый Георгий и ключи от нового службового автомобиля отрымал отдел внутренних справ Новополоцка, а так само Расунский, Лепельский и Кастрышнинский отдел областного центра. Основные усилия были нацелены на раскрытие преступления прошлых лет и работа в сфере АПК. В связи с увеличением количества мошенничества приходилось неоднократно выступать в одних и тех же коллективах, рассказывать о средствах, о способах мошенничества и как противостоять преступным посягательствам. Каждый из начальников РОВД мечтает, чтобы его подразделение было признанным лучшим среди аналогичных подразделений. Ведь это дает оценку деятельности всех милиционеров и подталкивает еще лучше работать. Когда милиционер замечен и оценен, ему тогда легче сосредоточиться на выполнении поставленных задач. Отрадно отметить, что подразделение сработало на высоком профессиональном уровне, обеспечена безопасность граждан, обеспечена дорожная безопасность, раскрывались своевременно преступления, учетно-регистрационная дисциплина была на достаточном уровне и дисциплина и законность у наших подразделений была на высоком уровне. Поэтому сегодня Витебская милиция занимает лидирующие позиции в Министерстве внутренних дел. И Министерство внутренних дел очень признательно и благодарно каждому сотруднику области за тот вклад в укрепление общественной безопасности в целом стране. Подчас коллеги и правоохонники так само окрыслили задачи на 2024 год. Одна из основных селита – забеспечить парадок и безопасность. На передатне и непосредственно у один и день голосования, який отбудется в Беларуси 25 лютого. Жихара Пастаускага района обвинувачиваются незаконным набыти и заховывании боеприпасу. За здяснение администрационного права порушения правоохонники затрымали 50-годового мужчину. У его особистых речах был знайденный боевый патрон. При личном обыске в одежде данного гражданина был обнаружен револьверный патрон, который по заключению эксперта является боеприпасом, пригодным к выстрелу из ручного стрелкового огнестрельного нарезного оружия. Незаконные ношения, хранения, приобретения, перевозка боеприпасов являются тяжким преступлением, наказание за которое предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области. По словах мужчины, он знайшел патрон каля 2 годов тому в доме своего деда, поклау боеприпасу, кишеню и носил с собой. За необдуманные дения Жихару Пастаускага района погрожая покаранья. Первый старт в сезоне. У городе Надзевиной ладится открытый чемпионат Витебской области по спортивной гимнастыце. У девочих с поборництвах выступают 50 спортсменок. И они поделены на две взрослые группы – старейшую и молодшую. Кандидаты и мастеры спорта Республики Беларусь демонструют программы, которые подрихтовали дать чемпионату Республики Беларусь. А для самых юных гимнасток в рамках областного турнира проходит с поборництвы «Зимовая каска». Тут свои махчимості могут продемонстровать владельницы 2-3 юнацких разрадов. Готовимся мы к чемпионату страны, который пройдет 6-8 февраля в городе Могилеве. Состав как бы уже определен. В принципе, все более или менее после Нового года форму, можно сказать, еще до конца не набрали. Но вот-вот подходят к этому. Постараемся выступить достойно. Мы всегда стараемся проводить, чтобы мы не обижать своих малышей. И мы всегда просим наше руководство, областного управления, чтобы нам разрешили и первый юноцкий, и третий разряд проводить. Хотя это считается взрослый чемпионат даже области. Я отношусь очень серьезно к тренировкам. Я готовлюсь к Могилеву. Получается, хорошо я в снарядах в прыжке и вольно хорошо. У меня толкучие снаряды хорошо идут. Вот. Ну и форму я держу. У меня получается лучше всего на вольных и прыжке. На прыжок лучше получается. Мне очень нравится брусья и бревно. А почему? Ну просто там тяжелые элементы, а некоторые у меня не получается. По виниках областного чемпионата специалисты сформируют Мужчинскую и Жаночу сборные Витебской области. Они будут оборонять гонор пауночного региона на чемпионате Республики Беларусь. Все лета с поборницей пройдутся в Могилеве 6-8 лютого. Важные и самые интересные новины жизни Витебской области доступны в интернете. Особные сюжеты и целые выпуски новин, актуальные и популярные проекты телерадио-компании Витебск можно снасти на официальном сайте ВТВ. Заходьте и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Долучайтесь до нас в социальных сетках и мессенджерах. Выпуск новинок этом завершен. Я с вами развитываюсь. До встречи. Синоптики поведомляют. У ближайшие сутки в области будет в облачность с прояснениями. Ночью у многих районах невеликие опадки. У основным дождь. Днем, часом снег, мокрый снег. Местами слабый гололед. На дорогах гололедится. Ветер поуднево-заходни 5-10, местами порывы до 15-18 метров за секунду. Температура по ветру ночью минус 3 плюс 2, днем 0 плюс 3. У Витебску в облачность с прояснениями. Ночью невеликие опадки. У основным дождь. Днем, часом снег, мокрый снег. Местами слабый гололед. На особных участках дорог гололедится. Ветер поуднево-заходни 5-10, порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру ночью, каля нуля, днем 0 плюс 2. Субтитры подогнал «Симон»!